Приветствую вас и ключевой момент, который вы описываете в своем сообщении, это момент, по сути дела, момент предательства. То есть вы много говорите о предательстве, о том, что ваш мужчина вас предал, вот, и, собственно, говорите вы о том, что как теперь жить, вы не знаете, что вам вообще делать, как вам в этой ситуации находиться, вы не представляете себе. Значит, первое, о чем я хотел сказать, это то, что ваша ошибка, которую вы совершили, она заключается в том, что вы жили, вот, такое впечатление, как будто бы, что жили не реальным человеком, своим мужчиной, а вы жили, ну, как будто, знаете, как будто образом его, то есть вы подкрыли образ своего мужчины, да, и этим образом, собственно, собственно говоря, и живете, и жили все это время. Хотя, мужчина, в принципе, вам показывал явно, показывал вам, ну, очевидно, куда уж еще более очевидно, он вам показывал, что вот он такой, вот, что он вот именно такой, но вы отказывались его принимать. И, на мой взгляд, это является основной проблемой. То есть вы отказывались изначально его принимать и старались переделать его, что называется, ну, в другую сторону, да, в более, как вам казалось, в более лучшую, в более... правильный, может быть, в ту сторону и так далее. Вот. И понятно, что у вас достаточно хорошие ценности. Понятно, что вы очень такой воспитанный, правильный человек, правильный человек, но тот, что вы старались своего мужа как бы стиснуть вот в те рамки, которые, вероятнее всего, вы сами же для него и... сами же для него и сделали, сами же для него и придумали. Это ваша, на мой взгляд, основная ошибка, которую вы допустили. И, собственно, именно эта ошибка и обусловила все то, что дальше между вами происходило. То есть, как вам правильно сказал мой коллега, что вы занимали родительскую позицию по отношению к своему мужу. И я не буду говорить о том, насколько он не смог реализоваться, как мужчина, рядом с вами, ибо я этого не знаю и, соответственно, стыдить, стыдить о том, чего я не знаю, на них только предположения мне бы не хотел. Вот. Но совершенно очевидно, что своим таким поведением вы просто-напросто дали мужчине понять, что он может сделать что-то угодно, он может вас не ценить, он может относиться к вам не уважить, не уважить ему, он может как угодно вас там, например, обижать, оскорблять и так далее. И вы все это спустите ему с рук по всему делу. И вот в этом, на мой взгляд, основная проблема, что вы изначально поставили себя, поставили себя вы в отношениях так, что на вас все держалось, что именно вы, как бы, управляли всем, если, ну, если угодно, да, вот можно такое вот сравнение привести. Вы, значит, мужчину принимали с его амбициями, с его ценностями, которые вы не разделяли. И вот вопрос, собственно говоря, такой, а было ли предательство на самом деле? Было ли предательство с его стороны? Пока все указывает на то, что мужчина, как был определенным человеком, я имею ввиду, со своей позиции, своей, своей, вот, точки зрения, со своих, со стороны своих взглядов и прочее и прочее, как он был, так он и остался. И было ли предательство? Не поведение ли это человека, который просто действовал изначально в своих стрессах и все? То есть, вы считали, что он не может так поступить? То есть, вам казалось, что он не должен, не может так поступить и так далее? Это другое совсем. Вы говорите про то, что вот как-то, как он мог так поступить? Ваши, ваши родители столько на него делали и так далее? Но они это все делали, потому что они этого хотели. Не потому что, возможно, возможно, этого требовал от них ваш мужчина. Понимаете? Они делали это потому, что они сами этого хотели. И по сути дела, по сути дела, это то, что вам нужно понять, что вы не принимали человека таким, какой он есть. Я сожалею, что смотрю вам по поводу того, что вы потеряли свою бабочку. Действительно, это очень тяжело и так далее, и так далее. Но в контексте той проблемы, с которой вы обратились к нам изначально, вы говорите, что любовь зла. И зла она, по крайней мере, для меня. Впишите вы. То есть, вы со своим мужем впишите, а вы совершенно разные люди. Но если вы совершенно разные люди, то волей-неволей возникает вопрос, а зачем же вы тогда вместе с ним были? Как вы тогда с ним стали быть вместе? Понимали ли вы, какой он человек? Принимали ли вы его таким, как он есть? Если да, то что изменилось? Если нет, то что заставляло вас? И по сути дела, как я понял, не только заставляло, но и заставляет до сих пор быть с ним и переживать по поводу его отношения к вам и так далее. Вы знаете, из всего этого я делаю только один вывод, на мой взгляд, довольно-таки важный. Вот помимо того, что вам уже, значит, сказал мой коллега. Это то, что вы, вы живете в неком таком своем мире, к сожалению. И этот ваш мир, опять же, к сожалению, этот ваш мир, он не имеет ничего общего с тем миром, в котором существуют другие люди. В частности, ваш мужчина. Вот до тех пор, пока вы не примете реальный мир, каким, какой он есть, пусть вам этот мир даже не нравится, пусть вам даже этот мир, там, не по душе. Я понимаю, что, может быть, вам этот мир не нравится совсем, и так далее, и так далее, и так далее. Но до тех пор, пока вы его не будете принимать, пока вы не будете жить своими представлениями о людях, понимаете, я боюсь, что ситуация у вас не изменится. Потому что, я постараюсь вам пояснить на примере. Вот вы говорите, что есть у вас, значит, вы говорите, что есть у вас мужчина, да? И этот мужчина, он, значит, ну, всех называют слабаками, в том числе и вас, вы тоже для него слабак. И как этот мужчина, который называет всех слабаками, может выражать реальное сочувствие вашему городу, который вы переживаете по поводу бабушки? Как этот мужчина, который называет всех слабаками и вроде бы как, ну, вроде бы как, занимает довольно эгоистичную позицию по отношению к, ну, к другим людям, да? Вот, в частности, к вам, к родителям, которых он вроде как использует, использовал, да, для своих целей и так далее. Как этот человек, по вашему мнению, может быть тем, кем вы хотите его видеть? Волей-неволей напрашивается мысль о том, что вы идеализируете и живете в иллюзии. Вот это является самым ужасным во всей этой ситуации. И если говорить о том, что вам делать, то в первую очередь я рекомендовал бы вам в срочном порядке избавляться от иллюзий. То есть, давайте мы с вами сразу скажем, скажем сразу так, что в иллюзиях, в самих по себе иллюзиях, плохого ничего нет. Но проблема заключается в том, что в вашем случае иллюзии вам вредят. Они заставляют вас переживать, они заставляют вас испытывать довольно сильные негативные эмоции. Они заставляют вас испытывать боль от того, что реальность не соответствует тому, что вы от нее ждете. И вот с этим вам нужно как-то жить. И уж можно только гадать, что повлияло на это. Ваши семейные ценности, когда ваша семья, любящая семья, сплоченная семья. Значит, семья, которая продвигает и приводносит достаточно высокую культуру отношений, создала у вас осознанную или нет некую изоляционную политику, изоляционные взгляды на вот как раз то, что происходит. Может быть, вы сами, ну, может быть, вы сами себя так вот настроили, понимаете? Можно очень долго на эту тему на самом деле гадать. Очень долго можно на эту тему гадать. Важно то, что вам сейчас делать. А делать вам нужно именно это. Предбавляться от или... Знаете, предательство, предательство, это когда причиняют боль близкому человеку. В вашем случае, в вашем случае, вам боль причинили, да, это понятно. Понятно, что вам причинили боль. Но предатель ли это был? Это был человек, который, по сути дела, все свое время проживания с вами, демонстрировал то, что у него есть свои интересы. И эти интересы, к сожалению, они как бы не идут ни в какое совпадение с вашим. Мужчина всегда здесь делал то, что он считал ночь. А вы почему-то ожидали и, судя по всему, вот продолжаете ожидать, что он поступит по-другому. И здесь я могу только сказать о том, как же так вот получилось, что вы выбрали в себе такого мужчину. Такого, я имею в виду, явно вам, ну, неподходящего. Такого, явно различающегося с вами возгляда. Так, как так получилось? Почему любовь стала для вас именно злой? Любовь зла, говорите вы. Так почему любовь стала для вас именно такой злой? С чем это связано? Вот именно об этом, именно об этом, я думаю, вам и нужно как следует подумать. И избавление от иллюзий станет первым, что вам нужно здесь сделать. А дальше, неизменно с этим, придет и понимание того, что по-другому, по-другому мужчина, ваш мужчина, ваш муж, может быть, уже бывший муж, я, ну, понимаю, что, может быть, он еще не бывший, вы только пригласили развестись. Но, тем не менее, по-другому поступить не мог. И вам нужно решить для себя, принимаете ли вы его или нет. Понимаете? Вот это то, что я хотел вам сказать. На этом, в принципе, можно закручить мой ответ. Надеюсь, что он оказался вам полезным. Я постарался донести до вас вашу самую главную ошибку. Надеюсь, что вы излечете урок и будете действовать от раз на более реалистичное представление о людях, а не пытаясь этих людей поменять или как-то переделать или что-то еще. Понимаете, у вас есть свои ценности, эти ценности, они очень четкие, они определенные, они достойные. И связывайте свою жизнь с людьми, которые ваши ценности, простите за это, с дологой, оценят. С теми, кто этого не делает, связывать свою жизнь вам не стоит. В определенном случае вы обрекаете себя на вот такие вот переживания. А это, как известно, никогда никому не идет на пользу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.